МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Не только приставов-исполнители, которые занимаются непосредственно взысканием элементов, но и все усилия подразделений будут направлены на прохождение этой акции. То есть будет уделяться дополнительное количество автотранспорта. Приставы по ПДС исполнят еще большее количество заявок о приводе должников и ряд других мероприятий. Сейчас у приставов более 14 тысяч исполнительных производств в отношении алименщиков. Но только 918 должников выплачивают элементы. 760 вообще скрываются от приставов. В Архангельске будет запущен новый жилищный проект. Он поможет решить вопрос с расселением аварийного жилья. Точнее, более эффективно расходовать бюджетные средства, что выделяются на исполнении решений суда. Детали проекта обсуждались в администрации города. К чему пришли, знает Артемий Заварзин. Свыше двух тысяч. Именно столько судебных решений необходимо исполнить администрации Архангельска, чтобы люди получили новое жилье. Пусть не быстрыми темпами, но работа идет. Горожане получают деньги на новые квадратные метры. Однако у городских властей появилась инициатива предоставлять людям готовые квартиры вместо денег. Каждый год муниципалитет предусматривает эти деньги. Мы идем в правительство области, они там что-то нам добавляют в этой части для исполнения судебных решений. Но вот эффективность, как вот с прошлого года меня беспокоило, я не могу померить эффективность, как этот рубль сработал в экономике. Да, они вроде как выделены, но дальше все. Поэтому мы решили уйти от механизмов субсидий и перейти на квадратные метры. В остальном процедура исполнения судебных решений останется прежней. Также соблюдается очередность, контролируется метраж. Для тех, кто желает приобрести жилье большей площади, администрация города и застройщики решили внедрить систему сертификатов. Ими можно расплатиться, добавив необходимую сумму для покупки квартиры. Во-первых, это дополнительное привлечение бюджетных средств в экономику города, именно в строительную, потому что именно строительство является локомотивом движения экономики любого города или поселения. Теперь администрация Архангельска и застройщики проведут переговоры с банками, чтобы запустить систему сертификатов как можно быстрее. Артемий Заварзин, Денис Линчевский, Архангельское телевидение. А в исправительной колонии номер 4, что под Котласом, задержали телефонную контрабанду. Крупная партия средств связи была обнаружена сотрудниками исправительного учреждения. Предприимчивые заключенные ради связи с внешним видом идут на разные ухищрения. Чаще всего мобильные телефоны просто бросают через забор. В этот раз выбрали необычный способ доставки псевдогуманитарной помощи. Тщательно спрятали посылку в строительном компрессоре. Была получена оперативная информация. В ходе ее отработки и проверки выяснилось, что в оборудовании, которое было доставлено в производственную зону, имеются запрещенные предметы. Соответственно, оборудование было вскрыто и информация подтвердилась. Внутри тайника оперативники обнаружили мобильный клондайк. Семь телефонов, две сим-карты, 14 зарядных устройств, 26 аккумуляторов, а также различные полезные аксессуары к средствам связи. Компрессор, в котором находилась посылка, сразу вызвал подозрения. При включении в сеть оборудование не работало, а внешний вид устройства не совпадал со вписанием, которое сотрудники ОФСИ нашли в интернете. При более подробном его осмотре было выявлено то, что кнопка включения была поставлена не в том месте. Поэтому было принято решение распилить его. И вот уже когда распилили, обнаружили там запрещенные предметы. Мобильные телефоны, гарнитуры, сим-карты, батареи для осужденных. По оперативной информации, посылку ждали заключенные, которые трудятся в производственной зоне колонии. Ведется расследование. К другим темам в Кинозерии открылась выставка на заборе. Нестандартное решение придумали в деревне Вершини. На забор пожарной лесной станции превратили в галерею. Таким образом, конструкция превратилась в арт-объект. На нем представлены работы фотографов, которые рассказывают о жизни заповедной территории. Сотрудники Кинозерского национального парка рассказали, что ограждение изначально задумывалось как универсальное выставочное пространство. Первой экспозицией стали работы школьников, которые приняли участие в российско-норвежском проекте «Артзабор». К новостям спорта. Архангельский водник вновь оказался в центре внимания. На сей раз болельщиков, которые пришли на встречу с командой «Желто-зеленых». Что обсуждали, знает Алексей Карельский. Сегодня их не разделяет сетка ограждения. Вместо льда и трибун – уютный зал дома молодежи. Здесь и прошла традиционная встреча игроков руководства команды «Водник» с болельщиками ледовой дружины. Была очень важна поддержка нам в конце сезона, особенно когда будет тяжелое время, такое для нас. Ну и особо говорить нечего. Всем спасибо. Постараемся вас радовать дальше. На встрече подводили итоги минувшего сезона. Говорили о планах на следующий. Самая главная задача – это все-таки постоянное, динамичное увеличение количества болельщиков на трибунах. Второе – это хорошая, качественная, зрелищная игра в исполнении наших хоккеистов. И когда вот этот симбиоз будет с Литвой едино, я думаю, что мы увидим и медали, и кубки, и кучу почестей в адрес нашей команды. После высокого четвертого места в чемпионате России планку опускать не хочется. Успешное продвижение «Желто-зеленых» к вершине во многом будет зависеть от нового главного тренера «Водника» Сергея Лихачева. Попытаемся с командой подтвердить ту игру, те результаты, которые команда добилась, достигла. И не только результаты, наверное, и в игре что-то постараемся изменить, чтобы болельщики получали от игры удовольствие. Лихачев уже стоял у руля команды в сезоне 2005-2006. Тогда «Водник», обескровленный отъездом ведущих игроков «Динамо», едва не выиграл Кубок Европейских Чемпионов. Неудивительно, что второе пришествие Лихачева многие болельщики встретили на ура. Сергей Евгеньевич умеет работать с молодежью. Я думаю, что как раз из второго «Водника» у нас появится не только Данил Кузьмин, который заиграл в прошлом сезоне, но и другие ребята подтянутся. Кто-то, возможно, получит свой шанс из-за потери двух перспективных игроков – Павла Пожилова и Максима Анциферова. Болельщики поинтересовались причинами их ухода. Оказалось, на таком решении настаивали сами хоккеисты. В «Бессистем» есть в команде и пополнение. Приходят Роман Казулин из «Казанского Динамо» и Андрей Ковалев – экс-игрок «Байкал Энергии». Лихачев вернул в родные пенаты Дмитрия Логинова. Воспитанник архангельского хоккея последний сезон провел в Енисее. Когда уже будем все вместе тренироваться, там уже будет все видно. Ну, конечно, если подсудить по фамилиям, то команда точно хуже не стала. Это в первую очередь укрепление позиции. Сейчас «Водник» в усеченном составе проводит тренировочный сбор. Впереди отпуск. Полноценную подготовку к новому сезону. Обновленная команда начнет в июне. Алексей Карельский, Денис Личевский. Архангельское телевидение. И это все. К этому часу встретимся в 16.00. Редактор субтитров А.Семкин